Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 17 декабря 2021 года. Вот и подошло время очередного выпуска. Видео на моем канале посвящены моему любимому хобби вышивки и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведенное за вышивкой, при помощи подачи информации, которую я считаю интересной. Сегодня в программе. Посложившейся на канале традиции, друзья, как вы уже знаете, первая часть выпуска будет посвящена вышивке. Сегодня я хочу, помимо основного процесса, представить вашему вниманию оформленные вышитые новогодние игрушки. А во второй части видео наш клуб любителей прогуляться по страницам легенд и загадок истории вновь распахнет свои двери. Сегодня, друзья, мы проведем время в компании шутов и их повелителей. Но пока вернемся к первой части нашего видео. К вышивке. Ну вот, друзья, я напомню. Вышиваю картину, которая называется «Любимая мелодия». Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель белый кролик», который, в свою очередь, схему разработали по картине известного итальянского художника Евгению Эдуардо Зампиги. Размер схемы 576 на 420 стежков. В моем случае это крестик в два сложения нити. Я вышиваю нитками ДМС по ключу. Иголочками 28 номера по конве Аида 18 каунта. В работе задействовано 200 цветов. Из них 102 бленда. Ну вот, друзья, теперь хочу показать вам непосредственно, где мы с вами находимся. Если мы разобьем картину на три части по вертикали, то я работаю сейчас над первой левой частью, где находится один из главных героев картины, всеми нами любимый Джузеппе. В общем, можно теперь с уверенностью утверждать, что я вышиваю в нижнем левом углу. Вот так. В нижней левой части. Захватывая часть курочки хамелии, ножки стола, и ура-ура, друзья, у нас появился еще один новый персонаж, курочка ряба, которая непременно снесет золотое яичко нашим друзьям, персонажем на картине. Ну вот, друзья, а теперь перейдем непосредственно к вышивке. Сейчас я уберу ниточки, наши любимые мулины, превью. И вот перед нами, друзья, итог моей работы за неделю. Удалось мне вышить, друзья, полторы тысячи крестиков. Вначале я даже сомневалась, стоит делать отчет по картине на этой неделе или уже перенести на следующую, потому что, да, результаты незначительные, но объясню почему. Потому что львиная доля свободного времени уходила на сборку новогодних пенкипов, игрушек для елки. Тянуть уже было некуда, поэтому абсолютно все силы были брошены на вышитые елочные игрушки. Ну, последний момент, я подумала, что многие, как и я, любят Джузеппе, ждут встречи с ним. Поэтому решила, ну уж сколько есть, какой есть результат такой и представлю вашему вниманию. Я на прошлой неделе закончила таки вышивать вот этот участок, где изображены нижние части ножек стола. Ну, немножко башмаки захваченные Джузеппе. участок в 2100 стежков. Он был у меня не закончен, и вот мне удалось его закончить. Поэтому мы с вами можем хорошо видеть теперь и ножки стола, и перекладины. Кстати, хочу обратить ваше внимание, насколько девочки молодцы, хорошо потрудились даже вот над перекладинами, которые держат, удерживают ножки стола от разъезжания в разные стороны. Поэтому так смело, и с такой уверенностью у нас Джузеппе сгромоздился на стол, чтобы не мешать розочке танцевать в центре комнаты. вот так. Хорошо, вот крепление молодцы. Мы видим, что оно именно квадратное, и падает от него тень. Ну, не перестаю восхищаться. Да, вышивается сложно. Пятый уровень сложности из пяти возможных, но результат радует. Абсолютно. А что еще больше, друзья, радует, так это которые хвости, которые начал проявляться у нашей рябушки. Вот он. Он немножко прикрывает ножку стола. И как мы видим, наша рябушка тоже такого солнечного, золотистого цвета. Вот я уже обозначила контур нашей рябушки. Ее гребешок яркий, красивый, бросающийся в глаза. В общем, интересно мне будет теперь вышивать. Вот закончу здесь этот участок в правой части. Спущусь, как вы знаете, снова пойду ниже с левой стороны, слева направо. Как я уже не раз повторяла, я иду слева направо, как вышиваю, как читаю, как пишу. Все в одном и том же делаю направление. Ну, так привыкла, так мне удобно. Ой, смотрю на нашу пеструшку. Такая она деловая, бегает. Она уже здесь сторожил, давно вышитая, все знает, где что находится. Вот такая. Да, хамелия. Очень загадочная, как для меня, курочка. Она выбрала излюбленное место для себя. Это вот этот солнечный, яркий кувшин. Все время возле него ну, вот такой объект любви она себе нашла. И все время пытается как-то с ним слиться. Ну, что ж, любовь это такое. Ну, оставим хамелию с кувшинчиком. Пусть они там себе. И вот она, рябушка. Рябушка, повторюсь, что у меня на тебя большие надежды. С тебя золотое яичко для наших персонажей. Обязательно. Ну, вот, друзья, осталось подергать нам за ножки нашего Джузеппе. И можем теперь переходить к обзору оформленных новогодних игрушек. Ну, вот, друзья, из прошлых видео мы помним, да, как появлялись одна за другой заготовки для новогодних пенкипов. И вот, ух, наконец, они оформлены. Массу времени на них потратила, но с удовольствием, конечно, оформляла. И я хочу их вам теперь представить поближе. Ну, начать хочу с сюжета винтажной новогодней открытки, который теперь у нас сделан в виде пенкипа или новогодней игрушечки. Вот такой вот он пухленький. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот какой набит. Хорошо. Плотненько я его набивала. Украсила я его, как видите, лентой рюш. Она такая рождественская в таких тонах, расцветках, новогодних, праздничных, бисер золотой, металлизированная ниточка. К сожалению, камера не передает. И искажает немного цвет фетра. Я вам хочу сказать, что фетр абсолютно идентичен по цвету яркой красной оборочки. Вот так. Ну и, конечно, шубки нашего Санты. Приделала колокольчик. Кстати, у колокольчика рабочий язычок. вот такой. Подвес тоже яркой атласной красной ленточки. Вот так. Ну, конечно, великоват он, наверное, как для новогодней кружки, но я посмотрю. Если он будет слишком массивно смотреться, то он просто украсит мой быт. Вот так. Вот такой хорошенький Санта. Девочка глазастая смотрит на него с благодарностью. У него такая роскошная куколка одна и вторая. Очень нравится мне этот сюжет. Я его оформила, скажем так, крайне празднично. Вот так. Следующая игрушечка. Детки. Мне, когда я их оформляла, вот как-то всплыву памяти сказка, по-моему, называется новогодние приключения Маши и Вити. Да, вот такие же детки интересные смотрят, провожают Санта-Клауса. Он улетает уже по своим другим делам, оставляя за собой снежный завьюженный след. Падает снег, луна. Детки уже догадались, что в их носочке у камина положены подарки. Мальчик и девочка такие в пижамках. Мальчик мишку держит, а девочка зайку. Задник я делала, тоже камера искажает. Фиолетовый задник, фетр, он перекликается хорошо, дополняет пижамку мальчика. Золотистой лентой я украсила края пинки. Сделала подвес тоже вот такой золотистый. Ну и конечно приделала любимый колокольчик. Вот они мне нравятся. Понравились я их уже везде крепила ко всем игрушкам. Вот такой получился пинки. Напомню, я здесь впервые у девочки на пижамке вышивала стежки Лэйзи Дэйзи. А так все привычно. Французский узелок бэкстич. Все мы это все с этим сталкивались знаем, да? Так. Теперь хочу представить вам такого средневекового санту. Он у меня в спокойных таких тонах. Сделала ленту помпончики его украсила под цвет неба такой бледненько-бледненько-голубенький. А вверху темно-темненько-синий. И такой же сделала задник. Чтобы перекликался он. Хотела сделать желтый задник, как вот у него. Или плед на него накинут. Он укутался, может быть, в санях сидит, как мне кажется. Но потом в последний момент решила все-таки сделать под цвет неба. как в принципе все у меня санты так оформлены. И серебристый подвес на елочку. Так, теперь хочу представить вам Морозко из одноименной сказки Александра Роу Морозко. Вот такой у него задник под цвет его шубы. Такой красивый воротник меховой шапка. Ну, я взяла и приклеила блестящую звезду. Когда будут от лампочек украшения, от гирлянды попадать и будет бликовать снежинка разными цветами, я думаю, это будет очень красиво и более празднично. Но так мне захотелось. Ну, и как вы видите, колокольчик. Вот так. Вот попал клей, друзья, хочу предостеречь, кто будет собирать пинкипчики. Нужно быть крайне осторожным. Этот клей момент кристалл, его потом ничем никак не убрать, не вытереть. И уже все было собрано, склеено. вот когда приклеивала шнур, вот так получилось. но не беда. Ну, вот такой морозка. Так, следующий в нашей компании это, конечно, сказочник, волшебник из сказки Золушка. Задник я ему сделала тоже в тон фиолетового, такое небо оттенка фиолетового и такой же задник тоже в клею. и сделала серебряный ему ободочек с серебряным подвесом. Колокольчик, правда, золотой, но колокольчик я решила, что будет перекликаться золотыми пуговицами и желтенькой такой трубкой. Вот такой волшебник, он же Санта, он же алхимик. В карманчике у него мы видим кисти, карандаши, он мастерит, рисует, готовит подарки и волшебства. Задымит своей трубкой и все окажутся в сказочных своих мечтах. Вот так. Вот такой сказочник. Ну и, конечно, мой любимчик дух нынешних святок, нынешнего Рождества. конечно, я ему тоже сделала задник в тон неба, украсила его, задекорировала шнуром золотисто-синим и вот такой он у меня получился. Ну, конечно же, как же я могла обойти нашего духа Рождества и оставить его без колокольчика не могла. Ну и, конечно же, я украсила его дополнительным элементом астралистом. Вот так он весь украшен, вышита шапочка астралистами. И мне захотелось добавить еще эти пришивные, в моем случае приклеенные элементы. Как мне сказали, дух Рождества получился перенасыщенным. Ну, а что еще перенасыщать, как не елочные игрушки? Нормально, пусть будет. Настроение он должен придавать праздничное, рождественское, новогоднее. Вот такое будет звонить нам колокольчиком и предупреждать нас, оповещать о приближении праздника. Так, друзья, а вот и наша Сильва, Сильва Вореску, красавица, только вернулась из гастрольного турне и собирается скоро на карнавал. Сделала ей задник бордовый, но камера немножко искажает цвета, как я уже сказала, так задник выгодно перекликается с цветом шапочки, такой темно-бордовый. И как девочку я ее украсила жемчужными бусами и такой же подвес сделала. Вот так. И не устояла, смастерила бантик и на вышитый бантик прикрепила ленточный такой атласный эффект 3D. Ну так мне показалось будет красиво. не знаю, может тоже перенасыщено, но мне нравится будет меня Сильва Вореску радовать. Такая красавица, элегантная кошечка, мур-мур, с янтарными глазками, красавица. Так, следующая Адель, иди сюда, вот вот она кокетка Адель. У нее тоже темно-бордовый фетр, который перекликается с лентами и перьями на шляпе на ее. Такого же цвета я сделала подвес, ну и понятно, украсила бантиками с одной стороны и с другой. Вот такое. И так как у нее шляпа украшена золотистой лентой, такой кантик у нее золотистый, то понятно, что я добавила элемент декора в виде золотистых бусинок. Вот такая Адель. Когда интересно так собирала нашу Адель. Вспомнила отрывок из фильма «Летучая мышь». Да. Когда Фальк, друг семьи, предложил ей поучаствовать на балу в качестве летучей мыши. Если она хочет стать актрисой, то чтобы она доказала свое умение и мастерство тем, что привлечет на себя внимание своего хозяина, мужа Розалинды. И вот как она отпрашивалась, ей же надо как-то отпроситься у Розалинды. И она придумала историю, что ей надо на кладбище к бабушке ночью. И вот она просит разрешения у Розалинды пойти ночью на кладбище к бабушке. Розалинда спрашивает, что за сумасшедствие ночью на кладбище. Кому это нужно? Она говорит, дедушке. Он приезжает вечерним поездом, и мы с ним хотим посидеть на могилке у нашей бабушки. Вот так. Ну, вот мы плавно с вами перешли к Розалинде. Розалинда получила задничек в том своему платью, наряду. И так как у нее золотой кулон, оформление, декор, она получила тоже в виде золотых бусин и золотого подвеса. Вот такая Розалинда, которая говорила. Один говорит, что отправляется в тюрьму и уезжает на бал. Вторая говорит, что идет на кладбище и тоже отправляется на бал. А как же я? Ну, дальше мы помним, как наша зеленоглазая красавица прибыла на бал в наряде летучей мыши и произвела фурор на всех присутствующих. Вот такая Розалинда. Кстати, я помню, что в фильме Розалинда была одета тоже в такое голубенькое платьице, по-моему, с кружевами. В общем, если мне не изменяет память, вот как-то так по-домашнему такая уютная красавица. Ну, вот, друзья, и мы с вами плавно подошли к главному герою, можно сказать, нашего сегодняшнего выпуска, я бы даже сказала, второй части, да, шут, королевский шут перед нами. и так как его колпак выполнен в таком красно-золотом варианте, здесь участвует металлизированная золотая нить, вот у него такие золотые бубенцы, золотой подвес, кулончик, то, конечно, и причем, при том, что я повторю, так как он у нас королевский, я его по-королевски и украсила, вот такой золотой лентой окантовочку сделала, из золотых бусинок подвес, ну и, конечно, золотой колокольчик, не без того, да, и вот, получается, в тон колпака красный, яркий такой, кстати, вот здесь, по-моему, цвет не искажен, абсолютно, да, вот такой красный, яркий задник в тон половины его красного красивого такого колпака и ленты шейной, и вот остальная часть колпака идет золотая, вот такой зеленоглазый королевский шут получился, да, и вот, во время его сборки у меня в памяти всплыли исторические анекдоты, может, кто-то помнит, связанные с Иваном Балакиревым, шутом Петра Первого, и вот, в связи с этим, как всегда, у меня появилось желание кому-то напомнить, кого-то и познакомить с интересной, на мой взгляд, информацией касаемо шутов и их властелинов. Вот так, друзья, вот такие елочные новогодние игрушки в виде пинки у меня получились. Вот так, ну, подошло время, друзья, теперь, перейти нам ко второй части видео. Как я уже неоднократно выше упоминала, да, наступило время шутов и властелинов. Кстати, по ходу чтения я постараюсь вставлять картинки тематические, которые при смене будут сопровождаться звуком капли воды, чтобы вы знали при желании, когда бросить взгляд на экран. надеюсь, вам будет интересно. До встречи в исторической части. Шут Иван Балакирев Балакирев личность удивительная. Родился в 1699 году. Происходил из Костромской ветви знатного рода. Один из представителей которого служил во внутренних покоях царя Алексея Михайловича. Умел читать, а потому поступив солдатом преображенский полк, стал обучаться инженерному делу. История его знакомства с царем анекдотична. В жаркую пару Балакирев стоял на посту на берегу Невы. Решил искупаться, быстренько разделся и нырнул в реку. А тут царь. Нарушитель успел лишь нахлобучить парик со шляпой и схватить ружье. Петр на часового явившегося перед ним, в чем мать родила, разгневался. Но Балакирев нашелся, сказал, что дед исследовал обстановку в реке. Петр расхохотался и произвел Балакирева в камерлакей, а по сути в шуты. Официально же Балакирев числился ездовым преимператрицей. Став доверенным лицом Екатерины, он доставлял ее любовные письма к амергеру Монцу, брату экс-любовницы Петра. Подвел Балакирева доленный язык. В апреле 1724-го, будучи на веселе, он проболтался о своей секретной миссии. Дошло и до Петра. Монцу отрубили голову. Екатерину собрались заточить в монастырь, а Балакирев, мелкая сошка, отделался шестью-десяти ударами батагами и ссылкой на три года в крепость. Но вскоре Петр умер. Занявшая престол Екатерина первая поспешила возвратить опального шута ко двору и пожаловала ему офицерский чин. Так Балакирев стал поручиком лейбгвардии, правда, военной карьеры он так и не сделал, остался в шутах. Во времена царствования Анны Иоанновны, взошедшей на престол в 1730-м году шутовство возвели в ранг искусства. Далеко не все среди многочисленных шутников, окружавших императрицу с утра до вечера, промышляли бездумным скоморошеством. За шуткой или кривлянием нередко скрывалось донесение политического характера. В условиях абсолютной монархии шуты играли роль осведомителей и даже серых кардиналов. Тот же Балакирев не только за шутки прибаутки по велению Анны Иоанновны получил дом за литейным двором в Санкт-Петербурге. А когда за свой длинный язык он вновь оказался в тайной канцелярии, императрица выручила его, приказав впредь лишнего не говорить. Впрочем, доживать свой век Балакирев отправился в Касимов, где еще в Петровские времена ему пожаловали землю и даже шутовское звание царь Касимовский. Там он и умер в 1763 уже в эпоху Екатерины Второй. Его похоронили у алтарной стены Богоявленской церкви на окраине Касимова. Могила Балакирева сохранилась до наших дней. Достоверных прижизненных изображений Ивана Балакирева не сохранилось, но на картине шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны в одной из трех фигур автор изобразил Балакирева. В 1830-х годах в России появились анекдоты о шуте Балакиреве. То, что называется анекдотами о шуте Балакиреве, не имеет никакого отношения к Петровской эпохе и личности Ивана Балакирева, известного шута Анны Иоанновны. Исследователи считают, что в основу их положен сборник немецких рассказов о проделках средневековых шутов. Сборник имел широкое хождение в Европе и был переведен на русский язык еще в конце 18 века. Однако новую жизнь в России он получил после того, как какой-то ловкий литератор переписал анекдоты, введя в них некоторые реалии Петровской, точнее российской действительности и связав анекдоты с именем Балакирева. В той среде, которую ныне принято называть широкими читательскими массами, анекдоты пользовались огромной популярностью. Только за первые 50 лет они были изданы не менее 70 раз. Можно думать, что они были в числе самых читаемых народных изданий и их развозили с ярмарок по всей России. Мы привыкли к известному стереотипу. Сидящий у подножия трона умный шут в форме прибауток кого-то обличает и разоблачает. Конечно, доля правды в этом есть, но все же в реальной жизни было много сложнее. Шутов держали вовсе не для того, чтобы они колебали основы. Шуты были непременным элементом института государственного смеха, имевшего древнейшее происхождение и сложную структуру. Связка повелитель шут, в которой каждому отводилась своя роль, была традиционной и устойчивой во все времена. Для всех было ясно, что шут не дурак, что он исполняет определенную должность с четко обозначенной границей в отношениях с различными людьми. В правила этой должности игры входили известные обязанности и известные права. Защищаемый древним правилом на дураке нет взыску, он действительно мог сказать что-то нелицеприятное, но мог за это и пострадать, если выходил за рамки установленной повелителем. В системе неограниченной власти роль такого человека, имевшего доступ к властителю, было весьма значительно. Оскорблять шута опасались, ибо считалось, что его устами может говорить повелитель. Литературная судьба его оказалась более счастливой. В анекдотах он предстает перед читателем как ловкий, остроумный, находчивый человек, который может при необходимости отбрить хама, развеселить общество, найти оригинальный выход из затруднительной ситуации. По-видимому, именно это и привлекло внимание читателей к образу Шута Балакирева. Конечно, сейчас анекдоты читаются не так, как в прошлом, и подходим к ним скорее как к литературному памятнику прошедшей эпохи, хотя некоторые новеллы и сейчас не оставляют нас равнодушными. И, наконец, самое важное. Читая анекдоты, мы не только улыбаемся проделкам ловкого Шута, но и жалеем его. В одной из новелл рассказывается, как Шут, спасаясь от разгневанного повелителя, прячется под шлейфом Екатерины. Это значит, что слово единственное оборонительное, но очень хрупкое оружие Шута ему не помогло. Шутка была не так понята, правила на дураке нет взыску не сработало, и знаменитая дубинка нависла над головой Балакирева. Мы видим из анекдотов, как долго подчас разрабатывает Балакирев целую систему действий и тират. И все это для того, чтобы вывести великого царя из мрачной задумчивости, которую необходимо срочно развеять, ибо иначе достанется на орехи всем окружающим. И хотя анекдоты воспроизводят ситуации типичные для быта дворов монархов всех времен и народов, все же вольно или невольно составитель анекдотов отразил ту атмосферу, которая была характерна для двора Петра. Страшный гнев самодержца отца Отечества, который один только знал пределы своей власти и своего всевластия, был печальной и неизбежной реальностью времен, в которых жил реальный Балакирев и действовал его вымышленный образ. Имя Балакирева стало нарицательным для всякого весельчака, балагура и так далее. Видимо, этому способствовала сама фамилия Балакирев, созвучная глаголом балагурить, балакать, то есть болтать, говорить. Известен тем, что своими шутками, не боясь гнева Петра, постоянно высказывал ему правду в глаза и этим, можно сказать, благодетельствовал России. Благодаря ему его шуткам открывалось царю много такого, что осталось бы в неизвестности. Иван Алексеевич Балакирев действительно отличался необыкновенным остроумием. Приведу несколько самых известных примеров. Однажды Петр Великий спросил у шута Балакирева, что в народе говорят о строительстве Санкт-Петербурга. Тот глубоко и очень грустно вздохнул, а потом ответил, батюшка, царь-государь, наш народ говорит так. С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой ох. Заметьте, как тонко, якобы в простонародном стиле, да еще и стихотворной форме, придворный сатирик Балакирев отметил тяготы строительства новой российской столицы. Разгневанный Петр схватил свою трусь и стал охаживать ею острослова, приговаривая «Вот тебе море, вот тебе горе, вот тебе мох, а вот еще и ох». Бедный шут, при этом охал совершенно естественно, абсолютно не наигран охал. Или вот еще один пример очень рискованной шутки, опасной как для здоровья, так и для жизни. Немало голов в истории человечества слетело с плеч после подобных насмешек над всемогущими правителями. Как-то раз Петр подначил Балакирева «А правду ли говорят при дворе, что ты дурак? слухам не верь, Петр Алексеевич, всякое говорят. Они и тебя называют умным, но кто же этому поверит? ответил храбрый паяц. Как после этого острый на язык шут остался жив и не лишился своей теплой должности? Сия тайна великая есть. Но самая поучительная история об Иване Балакирево рассказывает о его доброй и совершенно бескорыстной помощи некой бедной вдове. Несчастная женщина, вдова одного заслуженного чиновника, долго ходила в сенат с просьбой о выдаче пенсиона за службу ее мужа, но всегда получала от тамощнего бюрократа секретаря один и тот же ответ «Приди завтра». Об этом узнал шут Балакирев. Он надел вдову в черное платье, нашил на него бумажки с надписью «Приди завтра» и в таком виде поставил женщину в сень, через которую должен был пройти Петр. Конечно же, странный наряд дамы обратил на себя внимание императора и он спросил «Что это значит?» Балакирев ответил «Завтра узнаете ваше величество». Петр осерчал «Я хочу знать сейчас, а не завтра». Но Балакирев стоял на своем «Невозможно, государь, зайди прежде в сенат, да спроси там секретаря, и если он не скажет тебе приди завтра, так сегодня же и узнай, что это такое». Петр догадался в чем дело. Пошел в сенат и спросил о чем просит женщина в черном платье. Перепуганный секретарь признался, что эта вдова ходит уже давно, но у него совершенно не было времени доложить об этом деле. Рассерженный царь приказал выдать вдове годовое жалование нерадивого чиновника. После этого в сенате и других присутственных местах долго еще не было слышно фразу «Приди завтра». Балакирева шутки были очень остры, и этот шут, как любимец Петра, сам терпеть не мог, чтобы над ним шутили, как над дураком, когда он сознавал в себе ума более, чем у многих. За шутками следовали острые и даже очень колкие замечания. Так однажды за колка с Балакирева один из придворных вельмож сказал «Я тебя до смерти прибью негодный». Шут испугавшись прибежал к государю и сказал ему, что обещал тот ему придворный. Царь ответил ему на то. Если он тебя убьет, я его велю повесить. «Да я этого не желаю, Алексеич, а мне хотелось бы, чтобы ты его повесил, пока я жив», ответил Шут. «Один один из придворных страшно страдал зубами». Придворный этот был большой говорун. Вот он обратился к Балакиреву, не знает ли он средства, как унять боль. «Знаю и причину, знаю и средства», сказал в ответ Балакирев. «Скажи ради Бога, у тебя болят зубы от того, что ты их очень часто колутишь языком, это причина. Оставь глупость и, пожалуйста, говори, какое на это средство. А средство чаще спи и как можно более. Почему так? Потому что язык твой во время сна находится в покое и не тревожит зубов». Один раз Петр Великий был так рассержен Балакирев, что прогнал его совсем не только с глаз долой, но вон из отечества. Балакирев повиновался и его долго не было видно. По прошедствии долгого времени Петр, сидя у окна, вдруг видит, что Балакирев с женою едет в своей одноколке мимо самих его окон. Государь, вспомнив о нем, рассердился за слушание и, выскочив на крыльцо, закричал, «Да кто тебе позволил, негодяй, нарушать мой указ и опять показываться на моей земле?» Балакирев остановил лошадь и сказал, «Ваше величество, лошади мои ходят по вашей земле, не спорю, так как вы и не лишали их отечества, а что касается меня с женой, то мы на своей земле». «Это как так?» «Весьма просто и обыкновенно, извольте посмотреть, вот и свидетельство на покупку земли». Балакирев при этом подал царю бумагу. Государь засмеялся, когда увидел на дне одноколки спут земли и, прощая свидетельство на покупку шведской земли, простил Балакирева. Государине Екатерине Первой давно хотелось видеть жену Балакирева, и потому она не раз просила Шута привезти ее во дворец, но Балакирев все почему-то медлил исполнением улицы императрицы. Однажды государь был очень скучен и сидел в своем кабинете. Им овладела хандра. Входить в это время было нельзя и даже опасно. Балакирев, не зная на этот раз другого средства вывести государя из тяжелого положения, отправился к жене. жена «Государень от тебя требует во дворец, скорее одевайся, царская одноколка у крыльца дожидается». Жена Балакирева была очень удивлена этим предложением. Она к тому же никогда не была во дворце, все это заставило ее поскорее одеться, чтобы не упустить случая представиться царице. «Послушай, жена, как только ты приедешь к царице, то не забывай, что она немного глуха, и потому не опасайся, говоря с нею кричать, с нею все так говорят. Государеня на тех обижается, кто говорит с нею в полголоса, она ничего разобрать не может». Жена Балакирева обещала слушаться совета мужа. Пришли во дворец, оставив жену в передней, Балакирев взялся сам доложить о своей жене. «Ваше Величество, я сегодня только вспомнила о том, что вы приказали мне представить жену. Сегодня я решился на это, но буду вас просить государиня, чтобы вы говорили с ней как можно громче. потому что она чрезвычайно глуха. Не будет ли такой разговор для Вашего Величества обременителен? Нисколько, что за беда, я так рада». Балакирев ввел к Екатерине свою жену, а сам, чтобы не изменить вдруг себе, вышел в другие комнаты. Разговор между государиней и женой Балакиревой начался. Государиня кричала громко, еще громче кричала жена Балакирева. Казалось, обе хотели перекричать друг друга. Государь, услышав шум других комнат, наконец так увлекся им, что, выйдя из задумчивости, пошел на голоса, чтобы узнать о причине. Балакирев пошел навстречу императору. «Что там за шум, Балакирев?» «Ничего, Алексеич, это наши жены между собою дружескую беседу ведут». Но беседа эта разносилась по всем комнатам. Государь пошел в ту комнату и стал расспрашивать у Екатерины, «Что за крик?» Вопрос был сделан обыкновенным голосом. Екатерина обыкновенным голосом отвечала, что причиной тому глухота жены Балакирева. Жена Балакирева, слыша, что ее предполагают глухою, извинилась перед государиней, сказав, что ей муж приказал говорить громко по случаю глухоты императрицы и не велел жалеть легких. Эта выходка рассмешила государя и государиню. Припадок Петра прошел и Балакирев, обратясь к жене, сказал, «Ну, будет!» накричалась, «Теперь говори своим голосом». Шут Ян Лакоста, потомок испанских евреев, очень нравился русскому царю и очень не нравился его придворным, ведь мало кто умел так зло и остроумно высмеять каждого из них. Откуда взялся при Петровском дворе Лакоста, доподлинно неизвестно. Появился он там, будучи человеком уже почтенным, отцом семейства, женой и детьми. К моменту судьбоносного знакомства с Петром Первым наш герой уже объездил всю Европу, но нигде надолго не задержался. Оказался в Гамбурге, где открыл маклерскую контору, но прогорел. Что делать дальше Лакоста не знал. А тут как раз в город приехал русский царь, который по слухам весьма оценил ум и талант. Лакосту представили Петру Первому. По одной из версий еврей придумал весьма остроумный повод для знакомства. Решил предложить себя русскому царю в качестве советника по страхованию, но просто так с царем не познакомишься, вот и воспользовался наш предприимчивый герой посредничеством русского посланника Антипа Гусакова. Вот только оба просителя понятия не имели, что в далекой России ни о каком страховании слыхом не слыхивали. И если Лакосте это было простительно, то Гусаков, конечно, серьезно осрамился. Петр Первый, посмеявшись, весьма по-разному оценил их старания. Гусакова лишил месячного жалования за пренебрежение отечественными реалиями, а Лакосту взял с собой в Россию. Это, впрочем, только легенда, хотя и весьма остроумная. Более прозаическую версию знакомства Петра с его будущим любимцем приводит французский посол де Лави, который утверждает, что Лакоста прибыл к царю вместе с янтарным кабинетом под арком от прусского короля. Образованность и острый ум посланника так понравились государю, что тот взял его вместе с женой и детьми с собой в Россию. Верить французу, впрочем, нелегко. В тех же записках он утверждает, что Лакосте было 50 лет от роду. Тут надо понимать, что в те суровые времена мало кто доживал до сорокалетия. И человека за сорок, да даже за тридцать считали уже глубоким стариком. Есть еще одна деталь в записках француза, которая ставит достоверность изложенных им фактов под сомнение. Он утверждает, что родители Лакосты были испанцами. Между тем, по другим свидетельствам, были они измаранов, а при дворе заморского гостя называли не иначе, как жит Лакоста. При остром языке шута такое прозвище вряд ли осталось бы без отповеди, если бы не соответствовало действительности. Итак, в 1714 году Лакоста с женой и детьми садится на корабль, отплывающий из Пруссии в Россию. Как не боишься ты садиться на корабль, зная, что твой отец, дед и прадед погибли в море? спросил его, провожавший семейство приятия. А твои предки отчего умерли? спросил Лакоста. Представились блаженную кончиною на своих постелях. Так как же ты, друг мой, не боишься еженощно ложиться в постель? Улыбнулся Лакоста и отправился в далекое плавание к своей новой родине. Благодаря прекрасному образованию он становится одним из любимых собеседников царя. Однако Петр определяет его не в советнике, а в шуты. Дерзкий язык Лакоста доставляет государю немало удовольствия. В отличие от иных правителей Петр не держал при себе обычных дурачков, забавляясь их скабрезностями и драками с придворными. Выражаясь современным языком Лакоста, становится придворным сатириком, который позволяет себе весьма острые шутки в адрех царивших в России нравов и бестолковых придворных. Как-то один из состоявшихся при царе бояр раздраженно спросил еврея, зачем он разыгрывает из себя дурака. У нас с вами для этого разные причины, отозвал Салакоста. У меня недостаток денег, а у вас ума. Шут, конечно, сразу нажил себе при дворе массу врагов. Одним из самых опасных был сподвижник Петра Александр Менщиков, властный и обидчивый человек. На еврея его Александра Даниловича был страшный зуб. Соплеменник Лакоста Антуан Девьер, который тоже прибыл с Петром из его европейского путешествия, завел интрижку сестрицу царского фаворита. Менщикова связь эта страшно оскорбила, и он вместе со слугами поколотил еврея, который к тому времени занимал уже весьма значительный пост при Петре. Царь так осерчал, что приказал Менщикову отдать сестрицу Девьеру в жены. Молодые были счастливы, а царский фаворит всю оставшуюся жизнь скрежетал зубами и выискивал всякие способы навредить зятю. В чем в итоге преуспел, но уже после смерти Петра. Девьер был дружен с Лакостой, что, конечно, сделало Шута злейшим врагом Менщикова. Он не раз грозился прибить Шута в ответ на его дерзкие замечания. Петр не уступает Шуту в остроумии. После заключения Нейштадтского мира Лакоста просит царя наградить его землями, отвоеванными у Швеции. Царя Шутка позабавила, ведь и в самом деле придворные частенько подавали челобитные с просьбами о том, что им было совершенно не положено. В ответ Петр наложил на поданную Шутом бумагу резолюцию «Отдать, ежели нет наследников законных против дракта со шведами». Так во владении у Шута оказался крошечный необитаемый остров в Финском заливе. Вместо печати Петр приложил грамоте рубль. Лакоста так удачно раздражал придворных и веселил царя, что даже получил от государя титул короля с настоящей коронацией и подданными. Правда, в подданные еврею он определяет ненцев-оленеводов, которые пришли поклониться Шуту правителю. Ненцы эти были постоянным предметом развлечения Петра. Сначала их королем он назначил некого француза Вимени, устроил пышную церемонию коронации, отчаянно веселился на Перу. Когда же Вимени помер, организовал не менее пышные похороны, на которые пригласил даже послов иностранных государств. Едва отгремели похороны одного самоедского короля, как тут же стали собирать пир для коронации нового Лакосты. Шут с удовольствием подыграл царю и уселся на трон. Петр с детства привык к шутам и карликам, являвшимся неотъемлемой частью придворного быта. Шутами зачастую становились выходцы из верхушки русского общества. Разумеется, это были отнюдь не самые умные, даровитые и трудолюбивые представители боярства. В выборе шутовской должности ими руководило стремление получать жалования за дурачество, обжорство, пьянство и другие приятные для многих людей занятия. Но среди царских шутов были и люди умные, образованные. Такие шуты славились умением под видом скоморошества говорить монархам не всегда приятную правду. Петр Первый выделял лакосту и свиты свою шуту и, как полагают исследователи, назначил его главным в ней. С ним царь мог даже вести юмористические дискуссии, в том числе и на богословские темы. Один такой случай отражен в дневнике Голштинского камер-юнкера. Я услышал спор между монархом и его шутом Лакостой, который обыкновенно оживляет общество. Дело было вот в чем. Лакоста говорил, что в Святом Писании сказано, что многие приедут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Царь опровергал его и спрашивал, где это сказано. Тот отвечал в Библии. Государь сам тотчас побежал за Библией и вскоре возвратился с огромной книгой, которую приказал взять у духовных, требуя, чтобы Лакоста отыскал ему то место. Шут отзывался, что не знает, где именно находятся эти слова, но что может уверить его величество, что они написаны в Библии. Все вздор, там нет этого, отвечал Петр по-голландски. Продолжение дискуссии Бергольц не слышал, поскольку отвлекся на проходивших мимо царицу и царевин. Но он все-таки поинтересовался этим вопросом у знатоков священного писания. Меня уверяли, писал Камер-Юнкер, что Лакоста прав, что приведенные им слова действительно находятся в Библии именно у Матфея. Но вражда с царским фаворитом продолжалась. Жестокий интриган меньшика выискивал способы сгубить жида Лакосту и нашел. Во время прусского похода Лакоста подружился с другим приближенным к трону евреем, вице-канцлером Петром Шафировым. Шафиров служил Петру верой и правдой, но Меншиков изыскал способ извести высокопоставленного инородца. Обвинил его в казнократстве и сокрытии еврейского происхождения. Шафирова бросили в тюрьму и приговорили к смерти. Перед казнью Лакоста отправился навестить товарища, чтобы развеять его горькие думы. Меншиков, прознав провезет Шута в тюрьму, представил дело как государственную измену. Лакосту сослали в Сибирь. Антуан Девиер попытался спасти соплеменника, но единственное, в чем преуспел, смог выделить Шуту карету и охрану из двух человек, которые сопроводили его к месту ссылки. Вернулся в Петербург Лакоста только при Анне Иоанновне. Императрица хоть и не любила евреев, некоторым из них оказывала особое внимание. Она помиловала Лакосту, пригласила в столицу и вернула его на должность Шута. Но это уже было Шутовство совсем иного порядка. Анна Иоанновна к сатире относилась с подозрением, а от Шутов требовала скабрезных шуток и глупых ужимок. Шуты при ней восседали на корзинах с яйцами и отчаянно кудахтали. Императрица хохотала до слез. Лакоста и при Анне Иоанновне считался самоедским королем. Царицу очень веселило, к примеру, когда Шут разбрасывал пригорчнями серебро перед своими подданными, а те дрались и толкались в погоне за монетами. И хотя Лакоста страдал от новой роли, которую приходилось исполнять при дворе, он стал первым Шутом, в честь которого Анна Иоанновна приказала выстроить фонтан. Так в летнем саду появился фонтан Лакоста. Сооружение, правда, было разрушено наводнением, но ученые полагают, что на постаменте возвышалась фигура придворного сатирика. Еще один знак внимания, которым одарила императрица Лакосту – орден святого Бенедетта, который она учредила специально для своих Шутов. Но ни милости царицы, ни покровительства Шафирова, тоже вернувшегося ко двору, не утешали Лакосту. Он был человеком уже почтенного возраста, глупые ужимки и розыгрыши были ему не по душе. Шут устал. Существуют разные версии о его дальнейшей судьбе. Писали, что Лакоста уехал обратно в Гамбург. По другой версии, избавиться от унизительного положения ему удалось только в 1740 году, когда власть перешла к регенше Ане Леопольдовне. Новая правительница отпустила всех Шутов на волю, выдав им щедрое вознаграждение. Не по душе ей было их унизительное положение. Но долго ли наслаждался Лакоста вольной жизнью, неизвестно. О его старости и смерти нет никаких документальных свидетельств. Ходил только анекдот о том, что на смертном одре бывший Шут сказал духовнику, что хотел бы попросить Господа продлить его годы до тех пор, пока выплатит долги. Желание зло похвальное, отвечал духовник, надеясь, что Господь его услышит и авось либо исполнит. Ежели б Господь и впрямь явил такую милость, шепнула Колста одному из находившихся тут же своих друзей, я бы никогда не умер. Вот так, друзья, вот такие Шут сегодня предстали перед нами. Вот благодаря игрушке новогодней, которую я собирала, навеяла, да. Пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями, я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня всё. Пока-пока.